По состоянию на 11 часов утра 8 октября у нас 33 пострадавших, в том числе, к сожалению, 17 летальных исходов. Из 33 пострадавших у нас на сегодняшний день задействовано 4 населенных пункта в 4 муниципальных образованиях Восточного Оренбуржия. В Красном Чабане, это Дамбаровский район, у нас 14 пострадавших, в том числе 9 человек с летальными исходами и 5 живых. В селе Акжарской, Яснинский городской округ 9 пострадавших, в том числе 5 летальных исходов и 4 пациента живых. В Джексайе, Адамовский район, этот начат у нас с сегодняшнего дня, с 5 утра, на данный момент у нас 8 пострадавших, в том числе 3 летальных исхода. И непосредственно в городе Орске у нас на данный момент 2 пострадавших, они, к счастью, живые. Таким образом, из 33 человек 17 человек умерли, и 16 на данный момент находятся под медицинским наблюдением. В том числе в стационарях, в трех стационарах у нас на данный момент в Ясно-Минской больнице, больнице в городе Орске и в Адамовской больнице находится 13 человек, в том числе 3 человека в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, прогноз у нас крайне пессимистичный по ним. 4 человека в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях и 6 человек в состоянии средней тяжести. За всех 13 человек сейчас борются врачи, в том числе у нас работает бригада наркологов, ревматологов. Мы работали сегодня всю ночь, и там все силы у нас сейчас сосредоточены, необходимы. Двое пациентов находятся на амбулаторном лечении, это жители Красного Чапана. Им предложена госпитализация, они от нее отказались, но они находятся на постоянном наблюдении медицинских работников и получают институтную терапию на дому. И, к сожалению, один у нас пациент сбежал с больницы города Орска, получив необходимую антидотную терапию, он, к сожалению, сейчас передан в полицию. Таким образом, из 16 человек мы про 15 точно понимаем, что с ними делается. Значит, что сейчас с Марцелом, какие мероприятия со вчерашнего дня. Вчера губернатор провел оперативный штаб, и мы вчера начали с главами отрабатывать систему подворовых обходов, потому что у нас до настоящего времени нет информации о объеме поданной продукции. Да, я не сказала о том, что вчера к ночь в нашей лаборатории закончили исследование биологического материала крови, кровь пострадавших пациентов, которые мы вчера к вечеру доставили в Оренбург, и вчера же к ночи уже получили результаты. Выделен чистый метанол, концентрации очень высокие, 4-5 микрограмм на литр. Это не просто смертельная доза, это превышение смертельной дозы в 5-6 раз. Поэтому спасти пациентов в таком состоянии практически не представляется возможным. И сейчас поэтому все силы и глав муниципальных образований, и медицинских работников направлены на то, чтобы донести информацию до каждого жителя Восточного Оренбуржия о недопустимости употребления контрафактной алкогольной продукции. С этой точки зрения мы, безусловно, сегодня уже провели с Дмитрием Владимировичем Кулагиным повторно оперативный штаб, поскольку губернатор оперативно выехал на восток и заслушали всех глав муниципальных образований. Они читали с каждой, сколько за вечер, за ночь было сделано подворовых обходов, в том числе, допустим, в Манжарском населенном пункте еще один летальный исход и был обнаружен путем таких подворовых обходов. И в Красном Чебане тоже вчера поздно вечером. Поэтому не только в этих населенных пунктах, а во всех населенных пунктах Восточного Оренбуржия сегодня проходят вчера ночью и сегодня с утра продолжается эта работа массовые подворовые обходы с целью предупреждения населения о недопустимости употребления контрафактной продукции. Принято решение о информировании недоселения через самосоповещение. Сейчас, я думаю, что все жители Оренбуржской области, в принципе, получат об этом информацию. Конечно же, используется возможность размещения листовок во всех общественных пространствах Восточного Оренбуржия. Это и магазины, и почта, в общем, везде, где могут находиться люди. Они проведены, со вчерашнего вечера начали, сегодня мы продолжаем эту работу, встречу со всеми торговыми точками, она с точного Оренбуржия. Хотя у нас есть сегодня понимание, что вполне возможно распространение шло не через торговые точки, но тем не менее, конечно же, с ними тоже необходимая работа проводится. В крупных городах нас, конечно, очень беспокоит сейчас Орск, поскольку, судя по всему, покупка происходила именно в городе Орске, поэтому там подборовые обходы сделать невозможно. И мы сейчас привлекаем все управляющие компании многоквартирных органов для того, чтобы через них также донести информацию до населения. Ну и, конечно, используются все социальные сети, все средства массовой информации муниципальные, которые есть на Восточном Оренбурге для информирования населения. Ну и я, конечно же, призываю всех жителей сейчас немедленно задуматься об этой ситуации. Впереди выходные. К сожалению, вот по Адановскому населенному пункту вчера это был небольшой праздник, связанный с празднованием окончания урожая. Впереди еще два выходных дня, и поэтому, конечно же, я обращаюсь ко всем жителям исключить употребление контрафактной алкогольной продукции, потому что, ну, по нашей, это вопрос, конечно, полиции, но по нашей оперативной информации это разная абсолютно тара. И мы сегодня в том числе и какие-то бутылки, которые используются, продаются в экспортной напитке, и поэтому все контрафактное сейчас должно быть просто под запретом. Что касается медицинского обеспечения, то мы с вчера, ну, там работает у нас в Оренбурге, работает медицинский штаб, который в режиме МКС, всю необходимую оперативную работу проводит. На НЕСТе находится замминистра здравоохранения. Со вчерашнего дня мы направили наркологов, реагматологов, у нас со вчерашнего дня подготовлены вертолеты. Мы, безусловно, приготовили необходимый, ну, посмотрим, сколько понадобится, необходимый запас аппаратуры. Это, в первую очередь, аппараты искусственной вентиляции легких, хотя у нас, конечно, очень сложная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, но тем не менее мы сегодня мобилизовали то количество, которое нам в любой момент может понадобиться. Если будет необходимость, будем, безусловно, еще усиливать Восток для оказания помощи пострадавшим. Поэтому с точки зрения медицинского обеспечения мы абсолютно контролируем ситуацию. Сейчас, более того, сегодня, допустим, из Адамовки мы проактивно госпитализировали сегодня четырех человек, то есть у них, по сути, минимальные симптомы, но для начала антидотной терапии мы ее начали уже в домашних условиях и уже продолжили в машине скорой помощи. И вот несколько человек, которых мы успели, ну, что называется, забрать еще в состояние без тяжелых клинических проявлений, мы рассчитываем на их спасение, хотя дозы просто запредельно высокие. И я хочу, чтобы жители Восточного Оренбурга понимали, что это галимый яд, это не алкоголь, это просто яд. И у нас есть понимание, что среди погибших людей есть те, которые выпили не более чем полстакана, то есть это не литрами люди упивались, и далеко не все социально неблагополучные. И поэтому я, конечно же, обращаюсь к жителям Оренбуржии на данный момент просто исключить употребление алкогольных напитков. Спасибо.